Так, ребята, всем привет, с вами TopGame И сегодня мы поговорим о Victory 3 А конкретно об экономике Это очень важная часть игры Достаточно сложная, если вы не играли до этого В другие части парадоксов В особенности Victory 2 Поэтому, я думаю, стоит уделить Очень особое внимание Этой части И, я думаю, мы рассмотрим Экономику в виде примеров нескольких ситуаций Потому что, в целом, экономика Достаточно простая Если понять, как работает Здесь спрос и предложение Как здесь работает нехватка ресурсов И как здесь работает Избыток ресурсов Давайте, вот, для примера Пока что возьмем Японию Япония не имеет внешнего рынка Рынки — это тоже часть важной экономики В Victory 3 На что это у нас влияет? Мы не можем закупать никакие ресурсы Если у нас их нету То есть, допустим, если мы хотим перейти В строительных секторах С одного уровня на другой Как видите, нам нужны новые ресурсы Но получить их, кроме как построить их предварительно Мы не можем И, в принципе, это можно Так можно сказать про любой апгрейд Если у нас этих ресурсов еще нету То сначала нам следует их построить На текущем уровне И затем, когда уже будет достаток Переходить на следующий уровень Ну, здесь надо дать одну помарку Как вы можете видеть Спроса на железо здесь попросту нету То есть, если мы будем строить железо вот сюда Оно сразу не будет иметь возможность продаваться То есть, мы строим шахты Они добывают железо Но спроса нету Шахты закрываются Этого бояться не стоит Как только появится спрос на рынке А то есть, как только мы переключимся на новый уровень Эти шахты начнут быстро расти И у нас покроется, в принципе, необходимость Как понять, сколько шахт нам нужно? Допустим, вот сейчас У нас всего два строительных сектора Мы смотрим Нам нужно 100 железа Мы просто заходим в постройку И смотрим Оп! Одна шахта производит 20 железа Соответственно, легко подсчитать Что нам для вот этого апгрейда Нужно 5 шахт Но опять стоит сделать одну помарку Нам еще нужны инструменты 20 штук, верно? Смотрим Что нужно для инструментов? Древесина Это не совсем так Нужно помнить Что если у вас нету Первого уровня Да нету даже одной постройки То у вас стоят сразу Дефолтные первые уровни апгрейдов Если посмотреть сюда То мы понимаем Что на самом деле Нам нужно новое железо То есть, если мы Хотим производить инструменты Нам нужно все-таки Строить железо И для инструментов еще То есть, вот это вот Апгрейд На самом деле не плюс 100 А мы заходим вот сюда И смотрим значение за уровень Мы производим 60 инструментов То есть, нам хватит Одного завода инструментов Но для него нужно 20 железа Получается, технически Нам нужно 6 шахт Чтобы покрыть Идеальные условия производства Но тут видите Еще есть производство инструментов Но так как в принципе Мы производим лишние инструменты Буквально от одного Завода здесь Нам их хватит Таким образом Мы вот сможем Построив вот эти ресурсы Перевести вот эти Две единицы На новый уровень Примерно так Нужно рассчитываться всем Более того Не стесняйтесь переводить Где-то посередине Когда у вас уже есть Какое-то количество шахт Но замечу Здесь нам нужно Хотя бы один завод инструментов Потому что у нас вообще Его нет на рынке Уже можно в принципе перевести Более того Можно построить Побольше допустим Сооружений вот этого уровня Вот из этих ресурсов Которые у вас сейчас есть Чтобы быстрее построить Добывающие ресурсы И уже С этими добывающими ресурсами Перевести все На новые сооружения Но надо понимать Что Тогда нужно будет не 100 железа А больше В зависимости от того Сколько строительных секторов Допустим вы построили Кроме того Очень часто У нас появляются здесь апгрейды Они также употребляют Новые ресурсы И здесь тоже надо смотреть Очень часто Вот эта цифра Дает нам реально Правильный совет Выгодно ли нам Апгрейднуться Ну вот допустим В этом случае Если у нас сейчас будет построен Один завод Но у нас все еще Не будет спроса Инструменты Это будет показываться Невыгодным Потому что Инструментов на рынке нету Но на самом деле Как только мы апгрейдимся Появятся спросные инструменты Их начнут производить здесь Следовательно Этот апгрейд Будет выгоден Но опять же Если у нас уже есть Какие-то инструменты Если у нас нет этого ресурса Вообще Такое очень часто бывает На более поздних апгрейдах Допустим С электричеством С Здесь какими-то ресурсами Если у нас нет Химических заводов То очевидно Пока вы не построите эти заводы А апгрейдиться нельзя Потому что Иначе Эффективность снизится Еще больше Чем Вы получите Вот этого Какого-то условного апгрейда Также давайте поговорим Почему Этот апгрейд выгоден Кажется у нас Уменьшится количество работников Это плохо? Нет Это хорошо По той простой причине Что На работнике Работника платят за зарплаты То есть если мы Сохраняем То же Количество ресурсов На выходе Но уменьшаем Количество необходимых работников У нас Соответственно Станется предприятие Более выгодным Это конечно Если Если условия того Что Один инструмент Стоит Дешевле Чем 500 работников Ну Почти всегда Это так Кроме случаев Когда реально Инструмент Будет настолько Дорогой Что Он будет Выгоднее Что он будет Дороже 500 работников Кроме того Очень важно Почему нужно Мешать количество Работников В один момент У вас Начнут заканчиваться Крестьяне Этот момент Может быть поздно Может быть рано В зависимости от вашей стороны И скорости Вашей застройки Но Так или иначе Вам нужно Этих работников Будет освобождать Для этого Есть очень много Апгрейдов Как можете видеть С каждым апгрейдом У нас освобождается Все больше и больше Работников Соответственно Это что-то вроде Уровней экономики То есть Вы переходите Сначала на инструменты Затем видите Добавляете уголь Затем видите Добавляете двигатели И здесь уже Добавляете ГСМ Типа топливо И двигатели И здесь уже У вас максимальная Механизация Соответственно Минимальное количество Работников К этому Вы должны стремиться Уменьшать Количество работников Заменять их Какой-то другой продукции Эту продукцию Надо перед этим Конечно же Начинать производить Что мы хотим Производить Когда у нас Вроде бы Все в порядке Во-первых В самом начале игры Мы хотим Обязательно построить Дополнительные строительные сектора Видите У нас Плюс 10 тысяч Экономики Почти 9 Это плохо 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 почему Значит что мы не Используем Наши средства Нам обязательно Нужно постоянно Эти деньги Пускать в вход Если у вас Большой запас И еще сверху Какой-то плюс Значит вы Что-то где-то Не делаете Вам обязательно Нужно Пускать деньги Все в оборот Кроме случаев Конечно подготовки Войны Потому что Войны Очень-очень дороги Это Кроме того Как бы Если у вас Уровень жизни Растет И все В трассе Стране Более-менее Нормально Это так Не перерастет Никакой Полноценный Дебаф Кроме того У нас Есть еще Зарплаты Если какие-то Минусы То что мы Снижаем Соплаты Да У нас Падает Одобрение Групп В начале Игры Это может Быть даже Чуть-чуть Неприятно Допустим Здесь видите У нас Интеллигенты У нас Злые Но Опять же Интеллигенты Нам важен Сейчас Престиж Нет Это Начало Игры Нам В принципе Вообще Безрань На этот Престиж Военные Военные Все еще Даже Нейтральные Потому что У нас Какие-то Законы Они Могут Быть Злые На вас Соответственно Появляются Какие-то Дебафы И тут Уже Надо Смотреть Вы Очень Много Даете Деньги На Военные Товары Или Нет Мы Как Бы Не Отдаем Даже Если Они Были Злые На Нас Это Все Еще Было Бы Выгоднее Потому Что За Зарплаты Платить Несколько Тысяч Ну То В Нашей Ситуации Мы Платим Несколько Тысяч Ситуация Может Быть Другая Но Почти Всегда Выгодно Просто Поставить Миним От Того Что У них Снижаются Зарплаты Они Типа Чуть Чуть Хуже Живут Но Объективно Говоря Это Почти Никак Не Сказывается На Них Почти Никак Не Сказывается На Экономике А Дополнительные Средства В обороте В самом Ресурсы Которые Вы Сами Будете Создавать Я Был Более Менее Искусственный Все Ваши Новые Заводики И Шахты Будут Работать На Чтобы Поддерживать Вашу Стройку Стройка В принципе Очень Часто Занимает Большую Часть Расходов Я Чуть Позже Наверное Покажу Какие То Примеры И Вы Это Сможете Прекрасно Увидеть То Вам Нужно Помнить Если У Вас Какой-то Жесткий Минус И Вы Уже Вышли В Кредит Вы Понимаете Что Ваша Экономика Не Сможет В Ближайшее Время Выйти В Плюс Вы Можете Не Стесняться И Просто Эти сектора Снести Надо Понимать Что Сектора Стоят Очень Мало Они Строятся Очень Быстро Поэтому Их Желеть Не Надо Если Вы Видите Что Вы Уходите В В Нормальное Время Когда Как бы Уже Не Начало Игры У нас Уже Есть Нормальный Строительный Сектор Мы Начинаем Какую-то Продукцию Производить Мы Хотим Развивать Нашу Экономику Во-первых Вы Всегда Можете Зайти Ваш Рынок Это Очень Важная Вкладка Почти Все Время Игры Вы Будете Проводить В ней Ну По крайней Я Провожу Потому Что Вся Игра Завязана На Экономике Вы Можете Смотреть Что У вас Очень Дорогое И Соответственно Производить Эти Товары Потому Что Они Пользуются Спросом Значит Фабрики Которые Будут Производить Товары Выгодны А Еще Конечно Вы Можете Смотреть Что Что Подороже Допустим Если Здесь Будут Дорогое Зерно То Это Будет Не так Выгодно Покрыть Как Допустим Личные потребности Лучше Производить В Достаточных Количествах Чтобы Ваш Уровень Жизни Не падал Чтобы Население Становилось Радикалами И Повышение Уровня Жизни Сказывается Позитивно На Экономике Люди Становятся Более Грамотными Могут Занимать Лучшие Работы Платить Больше Налогов Уровень Жизни Когда Растет Это Всегда Хорошо Но Кроме Дорогих Вы Можете Производить Какие-то Товары Из Этого Шелка Смотрим Что Можем Производить Заводы Синтетики У нас Они Допустим Недоступны Точнее Область Использования Текстильные Фабрики То есть Как раз Видите У нас Не хватает Одежды У нас Много Шелка Мы Можем Спокойно Строить Новые Текстильные Фабрики Нам Это Выгодно И Так С Снизить Расходы Вашего Населения На Какой-то Высоковостребованный Товар Это Мы Поговорили Про Нормальную Ситуацию Теперь Поговорим Про То Когда Мы Хотим Апгрейдить Нашу Экономику А Таких Апгрейдов Много Но Я Б Сказал Основные Это Во-первых Электричество Вот Здесь И Потом Все Техи На Электричество Как раз Какая-то Механизация Это Двигатели Мы Откроем Двигатели Потихоньку Начинаем Добавлять Двигатели Добавлять Расходы Угля Ваши Ваши Рудники Ваши Заводы И Химия Мы Добавляем Взрывчатку Мы Добавляем Удобрения Мы Затем Тоже Видите Добавляем Двигатели Все Апгрейды К ним Надо Готовиться Заранее То Вы Заранее Когда Вы Все Ваши Плантации Начнут Риско Потреблять Больше Двигателей Вы Перед этим Начинаете Строить Заводы Двигателей Они Могут Быть Сразу Невыгодны Как Я Уже Объяснял Но Когда Вы Переведете На Вот Этот Уровень Новый Они Сразу Станут Очень Выгодными И Они Сразу Будут Очень Быстро Заполняться Соответственно Вы Сможете Как-то Достичь Баланса На Не С Химических Заводов А Еще И С Ферм Вот Оно Ваши Соответственно Коро Могут Еще Производить Удобрения За Зерно Это В принципе Нормально И В принципе Именно Этого Хватает Первое Время Чтобы Не Строить Химические Заводы Почему Химические Заводы Мы Так Быстро Не Хотим Строить Потому Что На Них Производится Еще И Взрывчатка Хотите Чтобы Ваши Химические Заводы Были Выгодными Чтобы Вы Там Производили Иззрывчатку И сразу Иззрывчатка Потреблялась То есть Вам Нужен Нидроглицерин А затем Динамит Это Очень Выгодные Техи Они Повышают Производство Причем Так Очень Солидно Ваших Всех Шахт И Очень Часто Ваша Экономика Будет Опираться Как раз Так В то Что Вам Не Хватает Какого-то Из Этих Каких-то Из Этих Шахт И Именно Из Этих Нехваток Будет Формироваться В принципе Ваша Политика Завоеваний Ваша Политика Развитий Потому Что Нехватка Каких-то Ресурсов Может Просто Стать Горлышком На Развитие Вашей Экономики Давайте Рассмотрим Вариант Что Делать Вот В каких-то Таких Ситуациях Вы Смотрите Ваши Фабрики Невыгодны Нужно Разобраться Почему Для этого Надо Посмотреть Что Они Потребляют И Что Они Производят В нашем Случае Мы Видим Что Одежда На Рынке Продается Очень Дешево Но При Этом Товары Которые Нужны Для Производства Очень Дорогие Здесь Вот Плюс 60 Процентов Здесь 6 39 Здесь Конечно Минус Но Вот Эти товары По Своей Цене Перекрывает Одежды Что Вам Нужно Сделать В такой Ситуации Во-первых Вам Нужно Утешевить Ваше Сырье Соответственно Если Вы Можете Как-то Добыть Его У себя У вас Есть Этот Ресурс Вы Начинаете Сделать Эти Ресурсы Приоритетными То есть Сразу Закидываете Их Строительство В первую Очередь Так Со Семи Ресурсами И Вы Стараетесь Как-то Увеличить Потребление Друговые Пути Но Ситуация Здесь Немножко Особенная Здесь Видите Недоступен Рынок Соответственно На самом Деле У нас На рынке Не в текущем Локальном А нашем Одежда Не такая уж Невыгодная Она имеет Плюс 10 А сырье Производство Другое Допустим Ткань У нас Вообще Невероятно Дешевая И электричество Еще Более Дешевое Так И инструменты На самом деле Дешевые И только Красители Которые Здесь Стоят 60 Здесь Стоят Тоже Дорого Но Всего Лишь Плюс 40 В сумме Делая На самом Деле Производство Выгодным Но Поскольку Здесь Этих Ресурсов Нет Это Здесь Образуется Такой Более Менее Местный Рынок Сюда Не доходят Все Товары Цены Совсем По-другому Выглядят Что Нужно Чтобы Это Починить Построить Здесь Задание На Инфраструктуру Это Могут Быть Порты Вот Они Дают Инфраструктуру Это Могут Быть Железные Дороги Чаще Всего Вы Хотите Железные Дороги Потому Что Они Дают Видите Больше Инфраструктуры 25 Кроме Того Они Дают Перевозку Которая Другими Способами Не Получается Она Получается Только Железными Дорогами А Используется Как Видите Почти Что Везде Но Порты Тоже Имеют Своё Применение Порты Дают Вам Конвои И Именно Конвоями Вы Делаете Ваши Дорговые Пути Если Это Было Не Местный Рынок А Одежда Была Дешёвая Мы Просто Могли Её Куда То Экспортировать А Сырьё Могли Импортировать Из Каких Других Рынков Которых Это Выгодно Допустим Вот В этом Локальном Как Видите Это Оказывается Очень Выгодно Особенно Когда Это Не Требует Конвоев Потому Что Конвои Ограничены И Постепенно Пути Начинают Поглощать Больше Конвоев Потому Что Как Б Торговля Развивается Если Конечно Сохраняются Условия Того Что Эта Торговля Выгодна Вам Предпочтительно Поэтому Брать Пути Без Конвоев Но Очень Часто Такая Ситуация Что Допустим С Конвоями Будет Получить 25 Прибыли А Без Конвоя Все Опять Конечно В такое Лучше Инвестировать Конвоя Это Того Стоит И Поговорим Мы О Пошлинах Пожалуй Напоследок Соответственно Откуда Они Получаются Как С ней Зарабатывать Деньги И Вообще Зачем Нужны Эти Дороговые Пути Думаю Зачем Нужны Дороговые Пути В принципе Поняли Экспортировать То Что У вас Дешево Импортировать То Что У вас Дорого Либо Вообще Недоступно И Получать Также Прибыль С Пошли Часто Эти Торговые Пути Выгодны Для Обоих Рынков Допустим Видите Если Мы Продаем Артиллерию В Османской Империи У Нас Цена Повышается Следовательно Наши Заводы Развиваются У них Цена Понижается Следовательно Их потребители Этого Товара Тоже Развиваются И мы Получаем Пошлины С торговлей Этим ресурсом То есть Торговые Пути Вдвойне Полезны Они Дают вам Деньги С пошлин И они Помогают Вашему Рынку Находить Рынки Сбыта И наоборот Рынки Сырья Но как Видите Мы Очень Упираемся В конвои Здесь Допустим У меня Минус 600 Конвоев То есть Мне Надо Срочно Построить Порты Чтобы Чтобы Удовлетворить Потребность В конвоях И Мои Торговые Пути Продолжали Приносить Деньги Можно Также Нажимать Вот эти Вот Кнопочки Они Помогают Вам Получать Дополнительные Деньги С пошлин Допустим Здесь Мне Уже Точно Есть Смысл Переставить Вот Сюда Потому Что Мы Экспортируем Просто Огромное Количество Зерна Видимо Эта кнопка Стояла Здесь Когда Мы Импортировали Зерно Я Видимо Отстроил Кучу Зерна И Теперь На Выгоднее Добавить Пошли На Экспорт Чтобы Получать Еще Больше Денег Соответственно Часто Вам Имеется Смысл Заходить Сюда Смотреть Как Как У Вас Пути Как Вы Видели Я Подменял Какие Невыгодные Пути Делать Так Смотреть Что Вы Можете Экспортировать И Соответственно Этим Заниматься Получать Еще С этого Прибыль Еще Расскажу О последней Самой Вещи Субсидии Субсидии Нужны Для того Момента Когда Вы Во-первых Воюете Это Субсидии На Военную Промышленность Очень часто Военная Промышленность Ся Не окупает Но При этом Вам Все равно Нужны товары Эти На Для Вашей Армии Потому Что Если Ваша Армия Не Получает Товары Она Также Как Для Любое Другое Здание Получается Дебаф К Характеристикам Ну А Военные Всех Вещах Мы Поговорим В Отдельном Видео А С вами Был Ребят Дабгай Обязательно Подписывайтесь На Класс Если Хотите Видеть Еще Обучающее Видео Также Регулярно Провожу Стримы В них Тоже Можно Позадавать Вопросы Посмотреть Что Как Делаю Поразбираться Обязательно Приходите Туда Подписывайтесь На Мой Ютуб Канал Подписывайтесь На Мой Твич Канал Ссылка На В Описании Туда Тоже Часто Идут Стримы И До Скорых Встреч Пока